У Беларуси поширился пиролик, видов деяностей, для яких не обовязкова регистрация ИП. Отповедный указ президента Республики Беларусь уступил усилу напроконцы костричника, и у Грозенской области уже коля сотни физичных особ заявили у письмовой форме об своем жадании оказывать пылные послухи без регистрации у якости индивидуальных предприимальников. Темчасом податковики протягивают лумачить положение указа номер 337, причем не только у кабинетах, а и на улицах у промых размывах с народом. Татьяна Барановская, Подровязней. Указ номер 337, який уступил усилу литерально некольки тыдни у тому, поколь только починая працовать, на кольки оправдались о сподзевании на активизацию самозанятости насильництва, а робить отповедные в основы рано. Меж тем у податковой инспекции в области зауважают процесс пай-шоу, и сегодня у все больших грамадян починают проявлять свою деловую активность. Граждане нашей области уже активно пользуются, представившись правом. И с момента вступления в силу указа номер 337, уведомили налоговые органы о начале осуществления деятельности и уплатили единый налог уже более 100 физических лиц. Распоусюдживанием докладной информации о положениях новых документов податковики при нема не занялись активно. Давать отповедные консультации яны готовы не только у кабинетах, а и у права им сенсии на улице города. Для многих прохожих информация с перших в Усну оказывается вельми корыстной. Я заканчиваю последний курс университета и, скорее всего, может, что-то и назреет, конечно. Поэтому, да, это будет намного проще сделать теперь. Бумажного лакита очень много, и многих поэтому останавливает эти бумаги, что много времени занимает. А сейчас, конечно, будет ИПшникам проще. Молодежи больше займется предпринимательством. Все без работы меньше сидеть людей будет. Новый указ продуглиживает значное повеличение колькости видов деятельностей, якими граждане могут займаться без регистрации ИП. До приклада это и дизайн интерьеров, и распроцовка веб-сайтов, а так само послуги циррульников и косметологов, малярные, тонковальные и шкляные работы. В целом таких видов деятельностей на данный момент налишивается 24. Регистрация у якости индивидуального предпринимательника не потребуется. Однако плата одинного податку застаётся обовязковой умовой. Созданы необходимые комфортные условия для того, чтобы граждане могли начать свою деятельность. Всё, что необходимо для этого гражданину, это просто увидеть налоговую инспекцию, о том, каким видом деятельности он планирует заниматься, представить информацию о месте и периоде осуществления такой деятельности. И, конечно же, до начала её осуществления уплатить един налог по соответствующей ставке. До слова, по мере одинного податку будет залежить от виду деятельности, а так само от того, у яким насильным пункте гражданин оказывает послуги. При этом выконывать усе работы необходимо самостоинно. И, что так само важно, послуги могут оказываться только физичным особам. Таким чином видовошено, что открыть свою справу теперь стало простей. Однако по процессе не возникло проблем с законом. Усе нюансы в одеянии деятельности без регистрации ИП необходимо заходить удокладать у процедуников территориальных податковых органов.